Здесь на рабочей 85 несколько дней назад из окна многоэтажки выпал ребенок. От полученных травм малыш скончался на месте. Во всех обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. К сожалению, подобные случаи происходят в Самаре и по всей стране регулярно. Только за прошлый год в России из окон выпало 1339 детей. Из них 145 погибли. И несмотря на неутешительную статистику, многие родители продолжают открывать окна и устанавливать антимоскитные сетки, забывая о том, какую опасность они представляют. Чтобы забраться на подоконник, детям требуются секунды, особенно в том случае, когда на их пути нет препятствий. Антимоскитные сетки не могут удержать ребенка, поэтому детская шалость может обернуться трагедией. Правоохранители призывают родителей максимально обезопасить ребенка в летний период. По возможности отодвиньте все виды мебели от окон, чтобы ребенок не смог самостоятельно забраться на подоконник. Используйте на окнах специальные замки, фиксаторы и другие безопасные устройства, которые не позволяют ребенку самостоятельно открыть окно. Берегите своих детей. Владу Былинкину два года, и он только начинает познавать мир. Пока у него нет чувства опасности и страха. Мальчик любит смотреть в окно, правда делает он это исключительно в присутствии мамы Татьяны. Девушка рассказывает, что помимо родительского контроля есть и другие способы, чтобы создать безопасные условия для малыша. Например, такой защитный механизм, как замки с ключом. Это поможет зафиксировать раму в вертикальном положении, и дополнительный ограничитель не позволит открывать окно более чем на 10 сантиметров. Цена на установку ручки с ключом на одно окно варьируется от 300 до 2000 рублей. Перед тем, как заехать в новую квартиру, мы с мужем сразу решили, что на окнах будут стоять замки. Я категорически была против, чтобы все ручки были в свободном доступе. Дети – это прежде всего зона ответственности родителей. Они отвечают за него в полной мере. Падение с высоты чаще всего сопровождается тяжелой черепно-мозговой травмой. Многочисленными переломами, в том числе костей черепа, позвоночника, конечностей и ребер, комментируют врачи. Медики настоятельно рекомендуют, если вы стали свидетелем выпадения ребенка из окна, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Любое неправильно предпринятое действие может привести к необратимым последствиям. Это наиболее тяжелая, высокоэнергетичная травма. Конкурировать она может только с травмой, полученной в ДТП при лобовом столкновении. Лечение растягивается на многие месяцы. Без последствий такие травмы не остаются, а реабилитация длится даже годами. Чаще всего из окон выпадают дети от двух до четырех лет. В 30% случаев это происходит на глазах у родителей, в 70% в течение первых 15 минут после того, как малыш остался без присмотра. Поэтому медики и полиция в очередной раз призывают родителей не оставлять детей в комнате с открытым окном и предпринять все меры безопасности, чтобы сохранить жизнь и здоровье своего ребенка.